Ни прививку не сделать, ни физио провести. В Сидоровке 4 месяца фельдшерско-акушерский пункт расположен в местном доме культуры, где нет канализации и водопровода по всем санитарным требованиям. В таких условиях запрещено даже укол ставить, не говоря уже о других процедурах. В здании, где раньше был медпункт, идет капитальный ремонт, и он должен был завершиться еще месяц назад. О новых сроках ремонта узнала Елена Шаргина. Ремонта в здании ФАПа в Сидоровке не было много лет, но пару лет назад все же заменили крышу и тогда же покрасили фасад. Теперь пришло время капитального ремонта, но что-то пошло не так, и косметический ремонт помещений не могут доделать уже 4 месяца. Физиокабинет, процедурные кабинеты приема – все это пациентам Сидоровки сейчас недоступно. Из-за ремонта медпункта фельдшера и медсестер переселили в местный дом культуры. В зал, где еще недавно дети занимались танцами. Во временном ФАПе негде даже руки помыть. Помещение не оборудовано канализацией и водопроводом. Уже люди не знают, куда делаться. Ни физиокабинета, ни уколы. Ну ничего мы не можем. Сейчас население у нас в основном пожилые люди. Ездим в город, а что делать-то? Уколы-то ведь сложно, надо делать. И с детьми ведь ездят мамашки на процедуры, на все, на прогревание. Сейчас сезон, пожалуй, уже осенние заболевания, и ведь надо где-то это все делать. И мы не знаем, когда у нас это все откроется. К Сидоровскому ФАПу приписано больше тысячи человек. Из них 700 – взрослые люди. Педиатра в поселке давно нет. Поэтому детей лечит тоже фельдшер. Ну, скорая, конечно, приезжает, но, конечно, из-за наших дорог она едет очень долго. Но, тем не менее, все равно в больнице лежать не очень-то хочется. Хотелось, чтобы все было по-человечески, как раньше, чтобы лечили, было физио и все для этого. По срокам фельдшер должен был вернуться в отремонтированное родное здание ФАПа еще месяц назад. Но по факту, как заметили местные жители, рабочие появились только неделю назад. В региональном Минздраве дали разъяснение. Потребовались дополнительные деньги. Они были выделены 18 октября. Аукцион назначен на 9 ноября. Техническим заданием данного аукциона предусмотрена разработка и устройство полов, окраска стен, установка дверных блоков, прокладка водопровода и канализации, устройство отмозки здания, облицовка фасада профнастилом, ремонт чердачного перекрытия, устройство пандуса и тротуара к зданию. Выполнение работ в проекте контракта предусмотрено в срок до 15 декабря 2022 года. В ответе Минздрава также обозначено. В здании ФАПа уже сделали потолки, перегородки, уложили плитку, установили пластиковые окна, провели проводку. И пока все пункты в тех задании не будут выполнены, жителям Седоровки придется потерпеть. Прием пациентов будут вести все в том же здании Дома культуры. Елена Шарыгина, Никита Луковников. Бюро новостей Довича.